Здравствуйте, дорогие друзья, прекрасные мои зрители! И по атмосфере этой комнаты вы, я думаю, уже догадались, что мы с вами на блошином рынке, сделанном в СССР. И сегодня вы увидите не только вещи, пришедшие к нам из СССР, но и погрузитесь в атмосферу фестиваля, проходившего 15 и 16 октября. Мне, например, очень понравился мастер-класс по теме реставрация фарфора. Но не только мне, все были присутствующие в восторге. Вот, собственно, липио я использовала. Вот, двухкомпонентный холодный фарфор. Он застывает, ну, где-то около суток, может, меньше. Если там взять печку, поставить какую-нибудь там... Это тоже, на самом деле, она эпоксидная. Пальцы восстановлены. То есть именно это, на самом деле, там эпоксидная основа. Здорово. Она очень легко, она между собой один к одному смешивается, дает возможность поработать какое-то время, или там сформировать ту или иную деталь. Вот. То есть потом она... То есть я люблю пальчик. Вот как вы его... Вот, ну, скажите мне, ну, как это? Как вам просто липио? Просто липио. Ты как бы чувствуешь... Ты такой малючка. Ну, смотришь объем какой-то, да, как правильно. Смотрю иногда на фотографии. Не менее интересна была и небольшая лекция, которую нам прочел необыкновенный, талантливый Никита. Я уже два года тому назад брала у него интервью. И небольшой фрагмент видео вы сейчас увидите. А вот ссылку на это видео я дам в инфобоксе. Я очень благодарна Валерию Архипову за то, что эта площадка стала не только местом для проведения Блашиного рынка, но и клубом по интересам. Или тоже интервью брали. Все-таки кто вас зародил вот это вот? Любовь, когда он делал мой дедушка. Дедушка, да? То есть он с вами занимался? Да, он с вами занимался. Он работал раньше на заводе имени Хрумичева. Потому что у вас... Ну, мало того, что вы к этому талант... Простите, еще надо заинтересоваться, надо еще узнать. Я еще восстановлю. Так как я не только восстанавливаю радиоэлектроник, и еще занимаюсь электро-бытовой техникой. Вот этот вентилятор 1954 года, он рассчитан на напряжение 127 вольт. Что в нем было неисправно? Во-первых, здесь не было повода шнура. Я поставил его вот такого же примерно вентилятора, только немножко ранней серии. Так как он рассчитан на напряжение 127 вольт, а в Москве до 1992 года на Тверской было это напряжение. Да, и у меня было в квартире, да. Вот. Я его восстановил, значит, что было неисправно. Сначала был закисчий полностью двигатель. То есть он вообще не пролочил за рукой, а сейчас мы его можем вот двинуть, и он будет крутиться, как бы, свободно. И сломано вот это крепление, то есть он не держался. Сейчас я вам его продемонстрирую. Для демонстрации я буду использовать старинный лабораторный автотрансформатор в 50-х годах. Обалдеть. Его я тоже немножко так подвосстановил, немножко не работал, сейчас он полностью рабочий. Сейчас я отключу вот треемочек. И подключу ее. Мы видим, что вот напряжение здесь подается около, ну, примерно 118 вольт. Этого достаточно. У меня был такой 127, я помню. А это лабораторный. Нет, я имею в виду техника, вот действительно делали на 127, да. Ух ты, смотрите, как классно. О, вот это да. Какой-то молодец. И сразу прохладно, на улице жара, а здесь сейчас сразу ветерок. Прекрасная погода. Да, то, что надо. Легкий ветерок, прохладно, прелесть. Ну, ты вообще молодец. Вот я покажу, какашиндик. Вот здесь там. Чего там? Вот шиндик. А-а. Угу. Вот это так. Спасибо большое. Тебе успехов, всего самого хорошего. Кто знает, кто это, кто знает, тому ничего не буду говорить. Это у нас Никита Викторович Шарапа. Это наш знаменитый вещатель по теме радиоаппаратуры. Чтобы вы понимали, ему всего 17 лет. Я куратором его нахожусь уже 4 года. Он к нам когда-то пришел очень маленьким мальчишкой. И когда он начал рассказывать о каких-то аппаратах, я был поражен его харизмой, его знаниями. И, соответственно, я ему сказал, приходи всегда. Так вот сейчас вы не представляете, до какой степени он популярен в соцсетях, что нас пригласили на передачу, где снимают только животных. А нас пригласили людей. Эта передача называется «Видели видео», если вы, может быть, знаете эту передачу. Так что скоро выйдет выпуск, вы сможете посмотреть, мы как раз с Никитой на этой передаче. Но хочу вам сказать, что он меня там поразил. Потому что он вел себя так, как будто он всю жизнь снимается на Первом канале. На вопросы спикеров, там вот этих соведущих он отвечал очень четко. Мысль заканчивал. Он откусывался от их каверзных вопросов. Короче, вел себя просто супер. Чтобы вам понять, вот я сейчас показывал нашим гостям тоже позавчера. Я случайно вышел на ТикТок и взял, выставил вот два сюжета с ним. За два дня на одном миллион сто просмотров, на другом миллион двести. За два дня, представляете? Так вот, вам сегодня, потому что его поймать нереально. Люди приезжают, то приезжают из Хабаровска, то из Владивостока. А есть Никита, а есть Никита. А его нету, потому что он кот, который гуляет сам по себе. Сегодня я ему позвонил в 12. Ноль. В час. Я сплю. А тебя же люди ждут. И вот вы сегодня, вам выдалось сегодня такая, как бы, счастливый случай, что он попался здесь. Звезды, короче, сошлись. И теперь мы попросим его. Вы не смотрите на его внешний вид. Человек живет в 50-х годах прошлого века в Советском Союзе. Но это был выбор. Он одевается так, он думает так, он смотрит фильмы те, он слушает музыку ту. Он знает больше 150 аппаратов, которые были выпущены в 50-х годах. Не просто знает, он знает, когда выпущено, на каком заводе, сколько это стоит. Он может починить любой аппарат. Так, вам приведу пример. У нас есть еще Боря такой, если кто его знает. Он закончил два вуза. Один из них это Бауманка. И он тоже ремонтирует, реставрирует аппараты. Когда я ему принес и говорю, Боря, сделай, пожалуйста. Он ковырялся и говорит, слушай, не, он уже мертвый, его невозможно починить. Никита подходит, это было года два или три назад. И говорит, Валерий Анатольевич, а можно я его возьму, попробую? Через день, на следующий день он приносит этот аппарат. И он играет. Я говорю, Боря, иди сюда. Я говорю, смотри. Он говорит, Никита, а как ты его починил? Он говорит, Борис, ну и что, у меня же схема есть. То есть для него не существует преград, он может сделать все. А теперь давайте послушаем его. Никит, о чем ты нам сегодня будешь рассказывать? Я так понял, что микрофон не нужен, потому что здесь все ведут себя тихо, никто не кричит, и поэтому все будут тебя слышать. Это значит, голофонные представки, адаптеры. Значит, там, поиграть ее всевозможные. Ну и немножко. А может все-таки микрофон? Микрофон, Никит, может возьмешь микрофон? С 1950 года он уже модернизирован, и у него есть шарман для пластинок. То есть его можно было взять куда-то с собой на природу и туда положить пластинку. Вообще пластинок, он не предназначен, чтобы с ним ходить куда-то на природу, потому что звук тут акустический, и тут должно какое-то помещение быть, чтобы звук хотя бы расходился равномерно, мы могли его все слышать. А когда это огромное помещение или природа, после двух теряй, и природа становится очень сильным. Так что такое у нас часы с пакушкой. Я искала хрусталь для своей сервировки. Поэтому вот в этот раз я сосредоточилась на хрустале. И посмотрите, как много его было. Хрусталь, хрусталь, хрусталь. Какое блюдо. Вот, посмотрите, какие интересные. Вот ваза такая. Очень интересная. Чайник или кувшин. Нужно, не знаю. Вот это все по 400 рублей. Можно спрашиваю? Вы тоже выиграли, да? Что, что я? Выиграли тоже. А, вот этот набор чайный, который последний был. Ага. Поздравляю. Спасибо. Это что у нас такое? Какая-то любушка-балерина. 400 рублей. Много хрусталя. Вот это вот, смотрите, какая интересная вазочка. Прелесть. Желтого стекла. А вот, смотрите, каждая вещь по 400 рублей. Да. Опять хрусталь, 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 хрусталь. А это оказалось не стекло, а пластмасса. И здесь вот, видите, еще одно блюдо. Уже с другим рисунком. Так. А вот это вот еще там посмотрим. То есть, смотрите. Три блюда. Вот это вот одинаковые рисунки, да? Да. Три блюда. Вот в лакончике по 400 рублей. Любые. Вот этот такой интересный. Так, это у нас мудцер. Вот этот вопрос. Так, это у нас мудцер. Номер одиннадцать для фортепиано. Так, а это что у нас? Грит, лирические пьесы. Сколько? Не знаете, сто уже и сказать. А вот эти? Вот эти штучки. Это вот для этого пианино. Перфокарты такие? Да, типа перфокарты. Только по-старинному. Они вставлялись. Да, вот прям к стене. Интересно. Смотрите, вот сюда вставлялось, и оно само играло. О, это как в Елисеевском, я помню, в Петербурге. Да. У вас прям вообще будет такая редкость. Ну, если оно работает. Если оно работает, да. Ну, будем надеяться. Ну, у вас же есть... Ну, мастеров всего 2, только в России. Ну, Никита же есть. Ну, Никита и второй еще один. Варианта некого. И, конечно, здесь есть и отдел одежды, бижутерии, парфюмерии и головных уборов. Не правда ли очаровательный шелковый халатик? И здесь огромный выбор. И здесь огромный выбор. Любой посетитель может выбрать что-нибудь для себя на свой вкус. И даже здесь можно выбрать скатерть, которая изумительно подойдет и к посуде советского времени. В эти выходные здесь пройдет и очередной слет коллекционеров-автомоделей. Но это уже в основном для увлеченных мужчин. Ну, что ж, мои друзья, пора с вами прощаться. Надеюсь, вам было со мной интересно. Всем желаю удачи, хорошего настроения, мира в душе и мирного неба над головой. До встречи, мои дорогие! Субтитры сделал DimaTorzok